Всем привет дорогие мои друзья, я снова рад вас видеть на своем канале и в этом видеоролике я вам покажу все свои аквариумы, которые я недавно запустил в деревне. Всего у меня в деревне сейчас 6 аквариумов, это 2 аквариума объема 10 литров, 2 аквариума объема 30 литров и 2 аквариума объема 80 литров каждый. Также у меня есть 800 литровый бассейн, но ролик про него выйдет либо следующий, либо через видеоролик, потому что сейчас бассейн еще до конца не запущен и туда только отправилась первая партия гуппи. А гуппи у меня всего напоминает 466 есть для бассейна и я туда пока что отправил первую партию из 5 рыбок, чтобы посмотреть как они там приживутся, не приживутся, потом к ним и запущу оставшихся гуппи. А пока что давайте посмотрим на мои красивые аквариумы, которые я запустил ровно сутки назад. Это получается аквариум объемом 30 литров, в котором плавают меченосцы. В количестве 13 рыбок, 10 рубиновых и 3 берлинских, они были взяты мной из аквариума объемом 112 литров. Оттуда же я взял вот таких вот малинезий черных. Кстати, тут уже одна самка родила мне малька и здесь около 10 мальков где-то скрывается в растениях. Наверное, сейчас мы их не найдем, но точно здесь есть 10 мальков. Вон видно под дальней стеночкой, наверное, плохо видно вообще, наверное, не видно, но здесь где-то плавает 10 мальков. Малинезии, может быть, потом мы их увидим. А вот малек, вот видно, Володей, он прячется. Также есть 15 гуппи. Гуппи специальные, отборные, с такими вот черными хвостами. Кое-где есть такая вот белая крапинка, очень красивые. Хочу эту линию сохранить, поэтому посадил их в отдельный аквариум к малинезиям и меченосцам. Есть также из растений, получается, анубиас. И не один, тут получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять кустиков. Девять кустиков анубиасов, они были взяты мной из аквариума 120 литров. Получается, Элодея есть и кустик Хемиантуса Микронтомодиса. Элодея и кустик Хемиантуса Микронтомодиса я взял из аквариума 112 литров. Вода, как видите, в этом аквариуме очень чистая, потому что я сюда поставил орифтный фильтр, очистенный на 100 литровый аквариум. Поэтому он так быстро, до сутки данный аквариум очистил. Есть также обогреватель, потому что на улице и в доме очень холодно. И он уже нагрел температуру, получается, до 25 градусов. Думаю, 25 градусов это нормально для этих рыбок. Так, больше не надо греть, но и меньше также нежелательно, чтобы рыбки не заболели. Кстати, ни одна из малинезий не погибла, ни один из меченосцев не погиб. И также гуппи все здоровые, активные и уже даже сегодня утром покушали немного замороженного мотыля. Ну а теперь мы переходим на другой аквариум объемом 80 литров. Ну а в этом 80 литровом аквариуме живут и Даню в количестве 196 рыбок. Ни одна Данюшка во время транспортировки, кстати, не погибла. И также живут новые гуппи. Вот такие вот красавцы краснохвостые. И также к ним я временно посадил своих гуппи-кобры, потому что мне некуда их сажать. Опять же, повторюсь, аквариумов здесь меньше, чем в Москве. Поэтому вот так пришлось мне совместить гуппи-кобры и вот таких вот гуппи с красными хвостами и с красными мордочками. Из растений здесь есть наяда вот таким вот пучком. Я сюда кинул, и там уже какая-то самка гуппи родила, и там мальки уже плавают в гуще наяды. Роголистник посадил в угол. И ладею посадил вот тут в большей части аквариума. Опять же, анубиасы есть, как и в предыдущем аквариуме. Эхинодорус, мало медведь в уголке. И вот столько здесь криптокарина. Здесь почти вся криптокарина собрана. Вот такой красивый аквариум получился. Сюда я, получается, залил 50 литров воды, привезенной из Москвы. И где-то 30 литров воды взял уже из чистого водопровода, деревенской воды. Она, в принципе, отлично подходит для рыбок, и можно без подготовки ее заливать. Только надо ее прогреть, потому что она поступает к нам в водопровод всего лишь 15-ти градусный. То есть очень-очень холодная вода, и лить рыбками ее категорически нельзя, даже в сильную жару. Вот сейчас тут без обогревателя температура вроде бы 22 градуса, что, в принципе, для Данио и для Гуппи неплохо, раз самки уже нарожали мне штучек 50 мальков, то значит все хорошо, и рыбки в будущем не будут гибнуть. А рыбный фильтр здесь такой же, как и в предыдущем аквариуме. Он, в принципе, справляется со всем этим добром. И так что переходим уже на нижний аквариум. Следующий аквариум объемом 30 литров, и в нем плавают мальки разных аквариумных рыбок. Есть мальки и меченосцев рубин, и берлинских меченосцев, и малинезий черных, и гуппи. Также есть здесь взрослые самцы и самки гуппи. Их я сюда посадил, потому что у меня просто нет места. В Москве-то у меня куча и трехлитровых контейнеров, и аквариумов у меня 7 штук, а не 6, как здесь в деревне. И то пришлось один аквариум ввозить туда-сюда, потому что у меня здесь и так, что очень мало им костей, и просто рыбок невозможно рассадить так, как в Москве. Поэтому пришлось посадить взрослых самок гуппи самцов к маленьким малечкам. Думаю, ничего страшного не произойдет. И так же закинула вчера вечером беременную самку мальнезий черный, которая уже успешно нарожала здесь мальков, наверное, штучек 15 или 20. И вот видно, мальки здесь плавают и под поверхностью, и у дна. Кстати, на дне растет мох печеночный в одном углу, во втором виппинг. Есть два пучка на яды здесь. Работает такой вот маленький арыфный фильтр, просто я забыл большой взять из Москвы. Поэтому вот на такой 30-литровый аквариум довольно большой работает. Арыфный фильтр рассчитанный на аквариумов до 10 литров. Но, в принципе, справляется, поток здесь кислорода хороший, рыбки не гибнут, водичка чистая, и значит, что все здесь хорошо. А теперь переходим уже на соседний аквариум, который стоит напротив данного. И переходим на самый проблемный аквариум. Это данный аквариум объемом 80 литров. В Москве рыбки плавали эти в аквариум объемом 120 литров. И как только я купил новых рыбок, это было за неделю до отъезда, так сразу начались проблемы. Купил, значит, я 30 гурами, 10 салатовых даню и 10 вот таких вот шикарных самцов гуппи. С гуппи было все хорошо изначально, с гурами тоже, но с данью было очень кое-что страшное. А именно, походу, их тёфтериоз, либо какая-то другая болезнь. Ну, в общем, они буквально за пару дней полностью все погибли, кроме вот одной рыбки, которая здесь до сих пор плавает. Вот, видно, тот самец сейчас плавает под дальней стеночкой данного аквариума. И после того, как до него погибли, начали погибать и гурами. Сначала мраморные, потом платиновые, а сейчас вот и последний жемчужный гурами себя странно ведёт. Получается, прошло где-то, наверное, полтора недели с поездки на плечи рынок, и по итогу из 30 гурами осталось, наверное, особей 5, максимум 6. То есть, вроде бы это активные рыбки, вроде бы они тут плавают, где-то вот активно себя ведут, но, однако, почему-то спустя пару дней вот так вот начинают подвисать у поверхности, взад-вперёд плавать, махать активно плавниками, жадно хватать кислород, и в итоге погибают. Также вот видно, ведёт себя и розовый данюм, вот этот вот, получается, не самец, а самка. Но этот данюм вот уже старый, так что ему-то можно так себя вести, он скоро погибнет. А вот почему с гурами, с молодыми, так происходит всё, не понимаю. В общем, не стал этих рыбок я куда-то рассаживать, чтобы просто не разносить заразу, потому что, мало ли, и здоровые рыбки, как бы, больные. Но, вроде бы, с другими рыбками всё хорошо, и меченосцы, вроде бы, плавают, хотя вот эта вот самочка себя чувствует не очень, видимо, заразилась от гурами. Тернеции плавают активно. Но вот рубиновые меченосцы ещё более-менее, однако, вот почему-то верлинская самочка как-то странно себя ведёт, белёсый налёт у неё появился. Ну ладно, самочка-то, ладно, вот ещё. По-моему, одна самочка также какая-то больная. В общем, здесь, получается, проблема с меченосцами. Гурами и вот одной розовой Данюшкой. Остальные же рыбки пока что здоровые. Наверное, главное слово «пока что». Хотя их активно лечу, но не знаю, поможет это или нет, потому что, как бы, всё слилось в одно, и переезд, и покупка, и болезнь. В общем, одни беды. Только сомикам на всё наплевать. Они просто плавают спокойно, поедают мотыль, и они вообще как будто неубиваемые. Только, получается, сомики вообще ничего не боятся, ни болезней, ни перепадов температуры, потому что здесь был резкий перепад температуры с 19 градусов до потом 23, потом опять до 18, потом опять до 25. Возможно, это также подкосело и других рыбок, и они немного заболели, потому что, когда я привёз их, только болели только гурами. А сейчас вот и меченосцы странно ведут, и вот одна Данюшка розовая подвисает у поверхности. В общем, вот так показал вам последний большой аквариум. Здесь у меня нересты речки находятся с Данью. Здесь, получается, икра у меня уже потихонечку инкубируется, и там вроде бы уже малёк попал, пора его кормить. Здесь у нас подросточки Даню маленькие, здесь у нас Даню чуть-чуть побольше, их уже активно кормлю живыми рачками артемии. Вот такие вот рыбёхи. И вот такие вот дела. Есть, конечно, над чем поработать, есть кого полечить, есть кого куда пересадить. Ну, а кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями обязательно. Также вступайте в группу ВКонтакте, там есть новости по данному каналу ещё три недели назад, то есть я три недели назад выложил ролик и про Прудик уже туда частично, и выложил красивые фотки Прудика, и не только Прудик, ещё и акватеплица, и бассейна Сагуппи. Так что, кто не подписан на канал, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok